Всем привет дорогие друзья! С вами Сергей и добро пожаловать на канал План Хелпер. Для тех кто хочет размножить такое растение как шифлера, данное видео будет полезно и мы разберем какие правила необходимо соблюдать для того чтобы черенки шифлеры хорошо укоренились и в дальнейшем давали хороший прирост. Первое, срезайте черенки длиной 3-5 см, слишком короткие и слишком длинные не стоит, хотя укореняются и очень большие черенки, но для этого необходимо чуть больше потрудиться. Данные черенки простояли в воде 2 недели, у меня не было их времени сразу посадить, поэтому показываю вам результат зачатков корней, которые появились уже в воде. Это очень хороший метод, так как позволяет вам визуально проконтролировать, появились хотя бы зачатки корней или же они не появились. Данные черенки в перлит трудоемко посадить, так как они под своей тяжестью просто будут уже заваливаться, поэтому их укоренять нужно в таком более тяжелом субстрате, ну или в данном случае в воде. В обоих случаях корни уже начали образовываться, вода должна быть по возможности отфильтрованная, то есть если есть возможность, делайте из фильтра обратного осмоса или можете обычную покупную бутилированную воду, а в такой воде корни образовываются быстрее. Второе правило, которое необходимо соблюдать для того, чтобы ваша шифлера укоренилась, это хорошее освещение. Шифлеры делятся на два условных вида, это чисто зеленые и пестролистные, вариагатные. И в данном случае перед нами два растения вариагатного сорта, хотя пигментации на них еще не видно, но это сорта, относящиеся к пестролистным, поэтому для их укоренения, имейте пожалуйста это в виду, необходимо чуть более интенсивное освещение. Насколько более интенсивное, спросите вы, это может быть эквивалент восточного окна или окна с южной экспозицией, тогда можете поставить черенки возле окна, чтобы не попадали очень интенсивно прямые солнечные лучи, но несколько часов, например на восточном окне утром или на западном вечером, прямые солнечные лучи никак не повредят вашему растению, а наоборот будут стимулировать образование корней. Посмотрите мое видео, правила укоренения фикуса, 100% результат, там вы увидите какие правила необходимо соблюдать, чтобы укоренить черенки фикуса, и там я показывал весь процесс от момента среза до момента посадки этих черенков, и спустя неделю после того, как они побыли в грунте. Те же самые правила, исключая столь интенсивное освещение, распространяются и на шифлеру. Посмотрите это видео, и там вы подробнейшую инструкцию найдете, как необходимо поступать с такими черенками. Для высадки я буду использовать стаканы 0,33, вниз я укладываю дренаж, и состав грунта пропишу вам на экране. Это грунт Квасман, 876 рецептура, вы можете использовать любой торфяной субстрат, также можете использовать кокосовое волокно, обязательно промытое, чтобы там не было большого содержания солей. Все преимущества кокосового субстрата можете посмотреть в моем видео «Кокосовый субстрат, за что я люблю и за что я не люблю кокосовый субстрат, плюсы и минусы». Там я подробно расписал, какие особенности субстрата и как их нужно ликвидировать. Посадка очень простая, грунт у меня идет с добавлением перлита. Перлита можно добавлять от 10 до 30%, можете добавить и 50%, но в таком случае грунт у вас будет немножко просыхать. Не добавляйте, пожалуйста, вермикулит. В своем видео «Вермикулит и перлит. Наглядная разница. На примере певаргонии» мы с вами рассматривали. Я вам рассказывал, как не стоит применять вермикулит, в каких случаях, для каких растений его лучше применять. Но в данном случае применен перлит и вполне таки обоснованно. Для посадки черенков достаточно посадить их в грунт, как вы обычно все и сажаете. Никаких парничков, никаких тепличек я не использую. Достаточно шифлеру периодически опрыскивать и поддерживать чистоту листьев. Этого будет вполне достаточно. Если ваши черенки настолько тяжелы, что они заваливаются, можете подпереть их керамзитом. Поливаю я их обычной чистой водой. И полив я осуществляю из опрыскивателя. То есть я не поливаю их из лейки, чтобы не залить, опрыскиваю. И таким образом увлажняется лишь верхний свой грунт, а в середине остается субстрат влажный. При этом структура его сохраняется, он не уплотняется. И таким же образом мы сейчас посадим и второй черенок. Оба из них будут стоять на хорошо освещенном месте. Это стеллаж с подсветкой из светодиодных лент и интенсивность освещения у него эквивалент 5000 люксов. Это чтобы вы ориентировались по цифрам. То есть это освещение эквивалентно естественному освещению на восточном или западном окне в ясный солнечный день. Итак, друзья, приступим непосредственно к работе по второму черенку. И я вам далее пропишу комментарии и резюме по посадке этих черенков. Продолжение следует... Продолжение следует...